Oppo это один из тех странных брендов, название которого у русскоязычных аудиторий не вызывает ничего кроме ухмылки, но ведь правда смешно рифмуется. Но на самом деле Oppo это очень крупный бренд, основанный в 2001 году и занимающий 16% мирового рынка смартфонов против 15% у Apple. Это не хухры-мухры, согласитесь? И поэтому на самом деле я, как и большинство жителей СНГ, был в плену этих дурацких предрассудков и не торопился знакомиться с флагманами Oppo. Но после покупки Oppo Find X6 Pro я убедился, что избегал их напрасно. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон, со мной ты и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. До Oppo Find X6 Pro основным смартфоном у меня был Vivo X90 Pro Plus, купленный в декабре 2022 года. Я им пользовался в качестве основного чуть больше 4 месяцев, выпустил на него охрененный полный обзор, и вообще я кайфовал от этого смартфона практически каждый день его использования, потому что это максимально гиковский смартфон с просто безумным количеством всяких фишечек, настроечек, и, к сожалению, не всем людям это надо. Некоторые недоумевали в комментариях под обзором на Vivo, зачем покупать дорогущий смартфон и потом еще мучиться, ковыряясь в его настройках. Ребята, вы не понимаете, такие люди, как я, покупая смартфон, в котором дохерища всяких финтифлюшек, мы кайфуем от настроек. Но не всем людям это надо, и это прекрасно понимают, даже если речь идет про объективно полезные фишки, такие как возможность отключить шумоподавление на видео. Если вы хотите снимать видео с большим качеством, чем то, что получается в полном авторежиме, вы можете просто в Pro режиме, значит, Vivo, в настройках отключить шумодав, и, по-моему, он даже улучшает качество звука. Вот так мой голос звучит на видеозаписи с Oppo Find X6 Pro, вот так мой голос звучит на Vivo X90 Pro Plus со включенным шумодавом, и вот так звучит мой голос на Vivo X90 Pro Plus без шумодава. А вот так звучит мой голос, записанный на вот этот микрофон, подключенный к камере. Кстати, 30 мая в 5.30 утра у меня родился сын Борех Маркович, пацан абсолютно здоров, с ним все превосходно, и я хотел бы вас поблагодарить за поддержку, потому что она мне реально очень важна, без вас было бы гораздо тяжелее, потому что здесь у меня особо друзей каких-то нет, я ни с кем не тусуюсь, и вы моя единственная отдушина, с вами я общаюсь на камеру. И хотел бы напомнить, что я продаю технику из Китая, поэтому если вы хотите поддержать мой канал, вместо того, чтобы заказывать на Алишке, за ту же цену, даже если иногда бывает у меня и дешевле, чем на Алишке, вы можете заказать какую-нибудь технику, даже автомобиль из Китая. У меня все отлажено, логистика, финансы, короче, два менеджера работают постоянно, поэтому если вы хотите что-нибудь заказать, пишите им в комментариях, у меня будет ссылочка, менеджер Руслан и менеджер Аня. Они у вас примут ваши заказы, мы отправляем в Украину, в Казахстан, в Беларусь, в Россию и даже в Европу и в Америку, если вы хотите. В Израиле у меня тоже клиенты были, поэтому если вы хотите убедиться, что все действительно так, как я говорю, у меня есть телеграм-чат Xperia from China, там уже более 300 отзывов от реальных заказчиков. Вы можете зайти, пообщаться там с людьми, посмотреть отзывы, которые они оставили, и на всякий случай хотел бы у вас спросить. Я слышал, что YouTube скорее всего таких заблокируют, может быть это всего лишь слухи, но на всякий случай, куда мне еще кроме YouTube выкладывать свои ролики? Я сделал паблик в Телеграме, я сделал паблик ВКонтакте, в Телеграме у меня уже 3000 подписчиков, а во ВКонтакте 150. Не знаю, может быть ВКонтакте не популярен в России, но в любом случае напишите в комментариях, куда кроме Телеграма еще выкладывать свои новости и посты, потому что если YouTube заблокируют, вы меня скорее всего потеряете. Слева Vivo, справа Oppo. Вот так выглядит интерфейс приложения камеры, проматываем в Pro режимы и что мы видим? Здесь у нас есть кнопочка переключения в видеорежиме, здесь ее нет. Давайте сначала сравним доступные нам инструменты, здесь у нас есть RAW, конечно же и на Oppo у нас есть возможность включить RAW и даже Super RAW, здесь есть возможность включать всякие фокус-спикинги, брекетинги, дзайсовских, значит, инструмент коррекции перспективы, это все здорово. На Oppo у нас также доступны разные инструменты, здесь у нас и гистограмма, и фокус-спикинг, это все, конечно, превосходно. Но давайте сравним доступные видео инструменты. Нам нужно зайти для этого в большее и кинорежим. Давайте повернем смартфон горизонтально и обратите внимание, насколько больше всяких инструментов доступно на Vivo. Во-первых, конечно же, индикатор уровня громкости. Вы никогда не допустите перегруза по громкости, если будете смотреть на этот индикатор. Конечно, из недостатков, если вы включаете логарифм, у нас пропадает возможность снимать на дополнительные модули камеры. Это очень обломно, но обусловлено это в первую очередь тем, что здесь сенсоры все-таки слабенькие и шумов будет очень дофига. На Oppo, если вы включаете логарифм, у вас не будет утрачен доступ к второстепенным модулям. Это очень здорово, они здесь крупнее, чем на Vivo, хоть и угол на ширике поменьше. И все, больше ничего. Здесь больше нет никаких настройок. Гистограмма, вот эти вот самые трети и все, реально больше ничего нет. На Vivo у вас куча всяких дополнительных инструментов и фокус пикинг, и экспозиционная вот эта вот зебра. Все, что хотите и чего не хотите. И дополнительно вы можете изменять кодек и даже битрейт. Вы можете снимать с повышенным битрейтом. Немногие смартфоны позволяют вам менять битрейт прямо в настройках приложения камеры по умолчанию. Но это все лирика. По большей части, контент, снимаемый на мобильнике, уходит либо в личные архивы, либо в соцсети. И для тех, и для других задач качество здесь просто с головой. Поэтому лично я, снимая памятные моменты для личного архива на Oppo Find X6 Pro, себя особо ущемленным не чувствовал. Вам наверняка доводилось слышать, что Android-флагманы уступают iPhone'ам по производительности и по автономности. В некоторой степени я с этим раньше был согласен. Но недавно я купил себе iPhone 14 Pro Max и убедился, что есть огромное количество разных нюансов. Например, если хочешь слушать YouTube в фоне на Android-смартфоне, можно просто установить какой-нибудь YouTube Vansit, Revansit, что угодно. И просто гасишь экран, и YouTube продолжает воспроизведение. Естественно, смартфон тратит заряд, но часы экрана не набегают. Или, допустим, вы разговариваете по Bluetooth с кем-то. У вас идет звонок, смартфон, естественно, жрет аккумулятор, но при этом часы автономности как бы не учитываются. Но на iPhone, если вы хотите слушать YouTube фоном и не хотите платить Google за YouTube Premium, у вас будут набегать часы экрана. Или, допустим, вы хотите синхронизировать Яндекс Фото, или вы пользуетесь Google Диском. Это не будет работать, если вы погасили экран на iPhone. И поэтому на iPhone всегда набегает огромное количество часов экрана. Вы просто посмотрите на коллег, если у вас iPhone есть в окружении, как они пользуются этими своими iPhone. Там реально почти всегда iPhone лежит на столе со включенным экраном. Потому что им нужно что-то синхронизировать, нужно какие-нибудь фоточки в Telegram отправлять. И все это, естественно, в виде часов экрана набегает. И потом смотришь, ого, на iPhone там 12-13 часов автономности. По факту вы смартфоном больше не пользуетесь. То есть вы не пользуетесь им больше, чем Android смартфоном. Android может лежать в кармане, работать, и поэтому там часов автономности будет меньше. Но по факту работы он выполняет больше. И чтобы вот эти просто сухие циферки вам не показывать, я решил более подробно объяснить и показать, как я пользуюсь смартфоном в течение суток. В субботу и воскресенье я просыпаюсь обычно в 8 утра, еду на работу на велике, по дороге слушая какой-нибудь YouTube в Bluetooth наушниках. Отнимает это от 4 до 5 процентов. И как же меня сдолбал дактилоскоп на Oppo. Hello. Hello, Mark. Один из самых серьезных практических стресс-тестов, которые я провожу со смартфонами, это видеосъемка, тестирование детей и параллельное отправление только что отснятого материала сразу же в корпоративный чат. То есть дети приходят один за другим, я отснимаю то, как они со мной разговаривают, и на фоне смартфон выгружает эти ролики по сотовой сети, что, естественно, нагружает модем и процессор, и все вместе одновременно. В прошлом году я тестировал много смартфонов на чипсете 8 Gen 1. Чипсет был горячим и смартфоны тоже. Особенно плохо себя в этом тесте показал Xperia 1 Mark 4. Там я вообще смог записать на фронтальную камеру даже в 720p только полчаса тестирования. Оставшиеся полчаса мне пришлось записывать на Mac Pro 24 fps без стабилизации, тоже понизив разрешение до 720p. Все на старте там было очень плохо. Конечно, с обновлениями чуть поправили, но 8 Gen 1 очень горячий чипсет. 8 Gen 2 очень холодный чипсет в сравнении с прошлогодним. Я прогнал кучу разных бенчмарков. Oppo Find X6 Pro отлично показывает себя во всех бенчмарках. Я думаю, даже если вы будете играть в какие-то игрушки, смартфон вам не будет обжигать руки. Опять же, в типичных рабочих день я домой возвращаюсь после 7. Опять же, на велике, фоном слушаю какой-нибудь YouTube или разговариваю по телефону с помощью Bluetooth гарнитуры. Думаю, вполне типичный сценарий. На часах 8.25 обычных рабочих день. Я в субботу с утра до ночи пошу. Сейчас у нас 5 часов 29 минут экранного времени. И осталось еще 31% аккумулятора. На часах у нас начало первого. 4% аккумулятора осталось. Я еще с последнего раза много по телеграмму, по WhatsApp, по WeChat звонил. Всего у нас 7 часов 34 минуты экранного времени. И треть аккумулятора у меня схавала камера. Почти 30%. И она у нас была включена 1 час 10 минут. Если бы я не пользовался камерой в течение часа сегодня, автономность наверняка зашла бы за 9, может быть даже дошла до 10 часов. О чем нам и говорит AccuBattery. Вот зайдем в AccuBattery. И здесь нам говорят, что в среднем аккумулятора хватит на 10 часов. Это очень внушительный показатель. Я еще завтра погоняю. Завтра у меня не будет тестов. Снимать ничего не буду. Посмотрим, сколько у меня останется процентов аккумулятора завтра. В таком же режиме без камеры. На часах 2.18 у нас осталось 65% аккумулятора. Я разговаривал через телеграм. Больше часа с Bluetooth гарнитурой. У нас 2 часа 50 минут экранного времени. В принципе, так и выходит. В районе 9.5 часов экранного времени. В обычных режимах использования. Соцсети, ютубчик. Вот у меня ютубчик там. WeChat, камера, телеграм. Я смотрел ютубчик тоже с Bluetooth гарнитурой. На часах без 9.7 я еду домой с работы. Осталось 49% аккумулятора. Я еще смотрел ютубчик. Что-то там ковырялся в интернете. У нас 3 часа 30 минут экранного времени. Но у меня много было фоновой работы. Я говорил по телефону с выключенным экраном через гарнитуру. Опять же, в телеге много ушло. И по WeChat много разговаривал с выключенным экраном. Время без 11 минут час ночи. И осталось 15% заряда. Я напоминаю, я встал в 8 утра. Телефоном достаточно активно сегодня пользовался. И немножко фото, немножко видео. 6 часов экранного времени практически. И я много сегодня говорил по телефону. Сегодня по телеграмму много трендел. По WeChat. И смотрите, VPN у меня сегодня весь день был включен. Переносимся на 3 месяца вперед. Блин, опять разблокировка лицом работает криво. Я телефон прямо перед собой держу. Вот со второго раза. Короче, на часах половина первого. У нас осталось 3% аккумулятора. И у нас, можно сказать, немножко деградировало, если смотреть чисто на вот эту цифру, емкость аккумулятора. Потому что у нас без 10 минут 5 часов экранного времени сегодня. Но на самом деле это очень хороший показатель. Потому что я с утра как вышел в 8, я не заряжал телефон сегодня ни разу. И у меня очень много почему-то сегодня потребил VPN. Я его никогда не выключаю, потому что живя в Китае, с отключенным VPN можно покустить звонки из телеграма и ватсапа. Также одним из важнейших показателей автономности является саморазряд смартфона. И чем он ниже, тем лучше. У меня все нормально настроив, удалось получить менее 1% саморазряда за ночь. Вечером поставил смартфон на стол 100% аккумулятора. Утром взял смартфон в руки, все те же 100% аккумулятора. Отличный показатель. Но давайте уже в конце концов поговорим об его камере. Я уже снял несколько роликов, в которых сравнивал Oppo Find X6 Pro с другими смартфонами. Поэтому если вам хочется посмотреть на фото и видео, снятое с этого смартфона и сравнить с другими, пожалуйста, посмотрите сделанные для этого специально отдельные ролики. А здесь я с вами поделюсь своими ключевыми впечатлениями и, так сказать, главными выводами. И в первую очередь я хочу похвалить камеру этого смартфона за цвет. У всех смартфонов на текущий момент уже примерно одинаковая картина по детализации, если особенно мы говорим про фото и видео, снятые днем. Но вот по цвету у каждого бренда, так сказать, свой color science. Здесь не зря написано Hasilblad. Этот бренд славится как бы, ну, нейтральной цветопередачей. Конечно, здесь она не нейтральная, она довольно-таки нехило приукрашена. Но, тем не менее, фотки и видео, снятые на Oppo, кажутся более естественными, более нейтральными, более натуральными, чем фото с того же самого Vivo. Да, на Vivo есть режим Zeiss, но он отвратителен. Я его включаю и мне просто не нравится, как он снимает в Zeiss режиме. Конечно, до камер смартфоном все еще очень и очень далеко. И в первую очередь моя главная претензия – это ограничение по фокусным. Здесь у нас только три камеры, не четыре, как на Vivo X90 Pro+. На Vivo меня очень и очень вдохновляла двукратная камера. Это был прям вообще глоток свежего воздуха. Я очень и очень много снимал на именно этот двукратный объектив. Если вы не в курсе, то люди, которые покупают себе камеру, первым делом берут 50-миллиметровый портретник, он так называется. На самом деле, не все согласны с тем, что это портретник, но, тем не менее, 50 миллиметров – это очень и очень популярное фокусное расстояние. И здесь мне его не хватает после Vivo. Но если абстрагироваться от того, что здесь ограничения по фокусным расстояниям, например, у того же самого Xiaomi, чуть более широкий, ультраширик. Да, он хуже по качеству, у него динамический диапазон хуже, но ультраширик там шире. И это днем в хороших условиях позволяет вам снимать более интересные вещи. То же самое касается и телеобъективов. На Xiaomi, на том же Samsung, по-моему, у Pixel'е тоже есть пятикратный телеобъектив. И это здорово, вы можете снимать, больше зумить. Если вам нужно зумить, то, к сожалению, этот смартфон не для того, чтобы зумить там и получать супер-ультразум. Но на том фокусном расстоянии, которое он предлагает, он царь и бог. Трехкратный телеобъектив здесь просто шикарный. Он в любых условиях показывает отличную картинку и днем, и ночью. Детализация, цветопередача, динамический диапазон – все здесь просто превосходно. И на самом деле смартфон, на мой взгляд, по камерам предназначен для людей, которые не хотят заморачиваться. Потому что здесь даже нет отдельного выделенного про-режима для видеосъемки. Меня это, если честно, расстраивает. И особенно расстраивает, потому что здесь закрыты доступы для таких приложений, как Mac Pro 24 FPS, Motion Camera, Google Camera. Единственное стороннее приложение, которое имеет доступ к телеобъективу – это TikTok. И поэтому, если вы хотите на этом смартфоне завести Mac Pro 24 FPS, вам его нужно подписать как TikTok. Он у вас будет с иконкой TikTok, и таким образом приложение получит доступ к телеобъективу. Без вот этих вот танцев с бубном вы не сможете с этого смартфона выжать максимум качества, потому что по умолчанию он вот это все закрывает и не дает пользователю доступа. Это неприятно, и поэтому лично для меня этот смартфон, ну, немножко, так сказать, не топ. Но если вам не хочется танцевать с бубном, вы хотите просто достать и снимать вообще в самых раз и по цвету, и по детализации. Конечно, здесь есть у меня также небольшие претензии к звуку, потому что, поснимав видео на Xiaomi, я убедился, что Xiaomi снимает звук чище. Вы наверняка об этом сами могли убедиться, посмотрев мой предыдущий ролик. Также, вот опять же, по фокусным расстояниям некоторые ограничения, но если мы не будем на этом всем зацикливаться и чисто говорим про качество на модуль, то, вот без шуток, ультраширик и телеобъектив на этом смартфоне имеют размер матрицы выше, чем у большинства смартфонов основные модули. Поэтому, говоря о качестве, я бы хотел на этом закончить. Подавляющее большинство людей все равно будут смотреть фоточки сто раз пережатыми в соцсетях прямо на экранах своих мобильников. Поэтому лично меня больше волновало, как смартфон себя ведет во время фото-видеосъемки. Например, меня порядком расстроил достаточно ощутимый на всех модулях лаг затвора, причем даже днем. Если вы захотите снимать какие-нибудь динамичные сюжеты, чтобы запечатлеть именно нужный момент, вам придется тапать много раз на клавишу спуска затвора. Но из-за короткого буфера затвор начнет срабатывать через раз, а то и через два, потому что производитель, внимание, не предусмотрел нормальный выделенный режим. Серийной съемки. Но есть и хорошие новости. Например, режим высокого разрешения работает на всех трех модулях камеры и поддерживает HDR. Это очень классная фишка. Не все смартфоны так умеют. На некоторых смартфонах HDR в режиме высокого разрешения не поддерживается. Но, к сожалению, этот не касается RAV. RAV здесь, к сожалению, только 12-мегапиксельный на всех трех модулях. Аппарат на OPPO практически во всем, кроме биометрии и наличия двукратного телеобъектива, которого здесь просто нет, более совершенное устройство, чем Vivo. Но из-за того, что на Vivo оболочка более кастомизируемая, мне было гораздо интереснее пользоваться Vivo, чем OPPO. OPPO, я, как уже сказал, немножко скучноват. И многим людям это, конечно же, зайдет. Но давайте я вам на практике покажу, в чем эта самая кастомизируемость заключается. Вот, например, сетка рабочего стола. На Vivo есть возможность сделать 5 на 9, а на OPPO только 5 на 6. Вы скажете, что это мелочь. Ну и я скажу, да, это мелочь. Но из таких мелочей и складывается опыт использования телефона. Или, например, вот когда вы пытаетесь ярлычки с одного рабочего стола на другой поместить, здесь какая-то вот такая вот непонятная хрень. Смотрите, а здесь вы можете прям переключаться и видеть, что у вас как расположено. Это, опять же, мелочь, но приятная. Или, допустим, у нас, вот смотрите, смарт-папки. На Vivo есть и горизонтальные, и вертикальные, и 3 в ряд, и 9. Как хотите, так и настраивайте. На OPPO только классическая 9 иконок, которые занимают место 4 иконок. Если вы пользуетесь голым андроидом, у которого нет смарт-папок, сожалею, потому что смарт-папки это очень здорово. Вы можете разместить несколько иконок менее используемых приложений. Вот таким образом они будут занимать как бы меньше места, но тем не менее на том же самом рабочем столе в одном нажатии вы сможете эти приложения открывать. Еще мне, например, вот такая вот мелочь нравится на Vivo. Вы когда вытаскиваете, значит, панель уведомлений и панель настроек, она на Vivo сразу у вас находится в области большого пальца. Вам не нужно куда-то там тянуться, перехватывать экран, но на OPPO вам нужно перехватить, чтобы вы могли этими самыми иконками воспользоваться. Но как бы есть и плюсы у OPPO. Вот, например, давайте с вами откроем галерею, и посмотрите, какую-нибудь фоточку откроем. И если я поверну Vivo на бок, при заблокированных портретных ориентаций ничего не произойдет. Конечно, в настройках чисто галереи можно включить, чтобы она всегда поворачивала на бок, даже если у вас в настройках заблокирована портретная ориентация. Можно чисто в альбоме это сделать, но в других приложениях этого сделать нельзя. На OPPO, если вы заблокировали портретную ориентацию, то есть автоповорот отключен, и вы поворачиваете смартфон на бок, он предлагает вам, вот конкретно в этом приложении, видели вот эту иконочку, вы можете нажать ее, и чисто в этом приложении, чисто сейчас, у вас смартфон повернется в горизонтальную ориентацию. Это очень удобно, я этим постоянно пользуюсь, и мне непонятно, почему на Vivo этой фишки нет. Вы наверняка в курсе, что используя жесты, можно переключаться между приложениями вот таким вот образом. То есть двигаете пальцем по нижней грани, и у вас переключаются приложения. На OPPO также можно для этого использовать жест назад. Задерживаем жест назад, и у вас переключается, значит, между последними приложениями. Мне очень нравится боковая панель. Она есть и на Vivo, и на OPPO. На Vivo она, на мой взгляд, чуть менее функциональна. На OPPO здесь есть и перевод с экрана, и снимок экрана, запись экрана, всякие калькуляторы. Это все сюда тоже руками можно добавить. Но на OPPO эта боковая панель чуть более функциональна, как говорится, из коробки. Ее можно также таскать. Здесь ее таскать, к сожалению, нельзя. Вот она вот так вот открывается. Здесь есть всякие дополнительные фишки. Но, тем не менее, на OPPO она из коробки чуть более функциональна. С уведомлениями на Vivo и на OPPO у меня никаких проблем не было. Люди жаловались, что у них не приходят уведомления на Vivo при использовании черной темы. Как видите, у меня все уведомления приходят и на Vivo, и на OPPO. Я хотел показать вам такую еще интересную штуку. Когда вы изменяете громкость, и на Vivo, и на OPPO вы можете отдельно настраивать громкость уведомлений и громкость звонков. На мой взгляд, это очень важная фишка, особенно сейчас в эру всяких там мессенджеров. Потому что уведомления иногда приходят буквально каждые 3 секунды, когда человек пишет вам 20 сообщений по одному слову. И возможность сделать эти самые уведомления потише, а громкость звонков оставить нормальных. Это очень классная фишка. Еще одним ограничивающим фактором для меня стало то, что на OPPO нет никаких встроенных средств для передачи данных на компьютер без проводов. То есть на Vivo, я уже показывал в обзоре, если вы хотите передать данные, вы можете при помощи вот этой вот функции соединить QR-кодом телефон и компьютер, если они подключены к одному Wi-Fi, и передать без всяких проводов, фоточки, музыку, видео с телефона на компьютер. На OPPO такой фишки нет. Вот есть кнопочка отправить, и здесь у нас только OPPO Share, здесь нет передачи на компьютер. Конечно, здорово, что OPPO позволяет передавать данные также и на Vivo. Ну и Vivo позволяет передавать на OPPO. Если я сейчас нажму Share to Nearby, он найдет здесь мой этот OPPO Find X6 Pro. Между ними можно передавать данные без проводов. Это очень здорово. Все-таки какая-то коллаборация между брендами есть. Но передать без проводов данные с OPPO на компьютер у меня не получилось. И это усугубляет ситуацию лично для меня, потому что у меня MacBook. Однако не все так плохо. Здесь есть классные живые обои. Их прям здесь куча. Они в течение суток будут менять цвет. Они будут постоянно анимироваться во время того, как вы блокируете смартфон и разблокироваете его. Вот эта штука будет вот так, смотрите, двигаться, извиваться. И она будет меняться с красных на зеленую на протяжении дня. Вот эта вот у меня меняется с зеленого на фиолетовый на протяжении дня. Также можно менять форму и цвет значков на рабочем столе. Все-таки какая-никакая кастомизация есть. Просто не того уровня, как на Vivo. Еще заметил такую фишку. Если поворачиваешь смартфон в горизонтальное положение, то клавиатура автоматически открепляется. Не знаю, у всех так или только у меня, но мне эта фишка определенно нравится. Не нужно делать дополнительных действий и можно пользоваться свайпом. Все, короче, очень здорово и очень удобно. Я прям вообще порадовался. Еще обнаружил вот такую мелочь. Когда в списке последних приложений проматываешь эти самые приложения, на Oppo есть тактильная отдача. Очень приятно постукивает смартфон. Vivo вообще никакой тактильной отдачи не дает. Неприятно, как-то впустую проматываешь. Холостое такое впечатление. Зато у Vivo есть вот такой вот, значит, дополнительный вид отображения этих самых приложений. А на Oppo есть вот такая строка, которая позволяет эти всякие приложения проматывать еще быстрее и еще больше наслаждаться этой самой вибрацией. Кроме того, можно сразу вот так вот в одном нажатии промотать сразу на 5-6 приложений и открыть сразу нужное. Это очень удобно. Зато на Vivo, если вы хотите закрепить какое-нибудь приложение, чтобы при нажатии очистить все, это приложение не выкировалось, вы можете просто потянуть на него вниз. На Oppo, если вы тянете вниз, приложение открывается. Не знаю, зачем так сделано. Чтобы закрепить его, нужно делать больше движений. Нужно нажать сюда и блокировать. Еще один надоедливый момент. Уведомления от китайских приложений. На Vivo это все очень легко убирается. Я практически ничего не делал, пару приложений отключил и все. На Oppo у вас будет из коробки огромное количество всякого барахла, которое нужно будет отключить. Опять же, это делается буквально 3 минуты. Но этим нужно будет заниматься просто на Vivo чуть в меньшей степени, чем на Oppo. Еще пара моментов, касающихся галерей. Посмотрите, на Vivo галерея гораздо более функциональна, гораздо более удобна. Вот это все в одно нажатие открывается. На Oppo оно и уродливое, и больше нажатий делать надо. Конечно, фотка не одна и та же, но суть не в этом. Смотрите на потолок. Если я сворачиваю галерею, на Vivo галерея немножко приукрашивает фоточки. Видите, потолок становится ярче, когда открывается эта фоточка. И тусклее, когда галерея сворачивается. Эта фишка называется максимальный динамический диапазон. Ее можно включить или отключить в настройках. Вот она здесь. Я эту фишку обычно держу отключенной, чтобы она мне не портила цвета кожи. Потому что, если ее держать включенной, иногда цвета кожи плывут. И вы смотрите в галереи, отображается не так, как положено. На Oppo тоже такая фишка есть. Называется Pro XDR. Типа улучшенный динамический диапазон. Посмотрите на вот эти участки монитора. Они становятся ярче. И если я нажимаю, чтобы отключить, оно естественно тусклее. То есть вот так это все будет отображаться на других смартфонах. А вот так на моем Oppo. Очень мелкая фишка, очень приятная. Но чтобы она работала, на Oppo нужно снимать в хейке, в 10-битном контейнере. И если честно, я выяснил опытным путем, что в режиме хейк все-таки чуть-чуть хуже детализация. В шпеге детализация чуть-чуть повыше. А на Vivo это все дело работает даже в шпеге. И даже со снимками не с Vivo. То есть она познает автоматически, что здесь делать светлее. Видите, здесь шпег написано. Но, естественно, на Oppo она чуть более аккуратно работает. На Vivo она как бы может немножко похерить участки там, где кожа. Посмотрите, здесь вообще вот эта штука только на лампочке вот здесь вот играет. Вот я сейчас нажму здесь, смотрите. Я уже пару раз обмолвился, что на Oppo все в биометрии не очень радужно. И главная причина тому, что у меня были до этого Honor с прекрасной разблокировкой лицом. iPhone у меня есть с прекрасно работающей разблокировкой лицом. В конце концов, Vivo меня никогда не подводил. И когда я пытаюсь на камеру показать, вот берешь два смартфона в руки, и они примерно одинаково по скорости разблокироваются. Даже вот видели, только что Vivo чуть дольше разблокировался. Но в каких-то житейских ситуациях, в бытовых ситуациях, когда там в туалете находишься, из такси выходишь вечером, или под дождь попало, пытаешься сблокировать смартфон под дождем. Oppo всегда подводит. И я это замечаю. С Vivo у меня было такое ощущение, что у меня в руках iPhone, потому что он практически никогда не ошибается. Я в большом сравнении показывал, и у Vivo получилось хуже, чем у некоторых других смартфонов. Но все равно я не замечал на Vivo, чтобы у меня были какие-то проблемы с биометрией. Она просто работала для меня бесшовно, как будто бы ее не существовало. На Oppo я постоянно замечаю, что у меня биометрия как-то там чуть-чуть, короче, не идеально работает. На iPhone она иногда бывает подводит, но на Oppo я это всегда замечаю. И реально немножко напрягает. Но если у вас никогда не было ни Honor, ни Huawei, ни iPhone, вы наверняка не будете себя чувствовать ущемленным. По звуку из динамиков, Oppo чуть-чуть лучше, чем Vivo. В других обзорах тоже это подтверждают. И я продемонстрирую это. Звук чуть-чуть богаче басами. Из-за этого, когда утром смотришь ютубчик во время завтрака, на Oppo чуть-чуть более приятно. С экраном здесь вот какая история. На старте все было плохо, и экран сбрасывал свою яркость до неприемлемо низких значений, если писать фото и видео на солнце больше 10-15 минут. Но сейчас с обновлениями все неплохо таки поправили. Можно и ютубчик смотреть, и навигатором пользоваться, и фото-видео снимать, и дольше 5-10 минут. Короче, все будет сейчас нормально. И с шимом все тоже в полном порядке. У меня от него глаза уставали, только если я, в принципе, их утомил каким-то другим процессом в течение суток. То есть, если плохо высыпаться, если постоянно в компьютер смотреть, и потом на телефон нечего пенять, потому что у вас глаза, в принципе, уже устали, и телефон их просто добивает. А так, я не могу сказать, что у меня были какие-то жалобы именно на экран Oppo Find X6 Pro. Один небольшой нюанс. Во многих обзорах вы наверняка видели мерцание экрана. Дело в том, что здесь действительно очень высокая частота мерцания, и поэтому она видна. Все дело в том, с какой выдержкой снимает камера, и с какой частотой мерцает экран. Сейчас я себя снимаю с выдержкой в одну сотую. Смотрите, одна двести пятьдесятая. У меня начал мерцать свет, потому что у меня светильник частотой 50 Гц мерцает. Сейчас у меня выдержка одна пятисотая. Экран все еще не мерцает, как вы видите. Сейчас у меня одна тысячная, и начались полосы на экране. Одна двухтысячная. Одна четырехтысячная. Одна восьмитысячная. Одна... Сколько там уже? Нет, больше, чем одна восьмитысячная не позволяет. Так что все дело в том, с какой выдержкой это дело снимается. И, короче, не парьтесь. У Oppo нормальный экран, и на глаза он давить не будет, если только вы не будете глаза добивать чем-то другим. Что же мы имеем по итогу? На мой взгляд, совершенно превосходный смартфон без каких-то ярко выраженных недостатков для среднестатистического пользователя. Я бы сказал, что у Oppo Find X6 Pro есть только два недостатка. И первый это биометрия. И второй настолько же, я бы сказал, притянутый за уши. Но нужно же сказать, что в этом смартфоне что-то не так. И вот вторая проблема, это уведомления. С ними все-таки придется покопошиться. Во-первых, у вас на локскрине не будет иконок приложений, в которые пришли уведомления. Только китайские приложения. Во-вторых, здесь, к сожалению, на рабочем столе не будет циферок у большинства приложений. Вот видите, Telegram, ВКонтакте, Astril. У них есть только кружочки. На Vivo, кстати, и кружочков нет. Там ни цифр, ни кружочков на приложениях, которые не поддерживаются. Далее, я уже показал, что здесь придется удалять кучу китайского всякого барахла, чтобы вот этих вот китайских уведомлений не было. И, конечно же, нужно будет руками поставить Play Market, потому что из коробки он здесь деактивирован. Он как бы есть, но он деактивирован. Его можно поставить из китайского магазина приложений, просто скачав Chrome или Google клавиатуру. И Play Market сам собой в большинстве случаев активируется без проблем. Это несложная процедура, но это нужно будет сделать, чтобы начать смартфоном полноценно пользоваться. И, ну, может быть, для кого-то еще будет серьезным недостатком неполноценная работа Android Auto. Само приложение-то я как бы установил. Оно вроде бы как запускается, но у меня нет автомобиля, на котором это можно проверить. Поэтому не могу сказать, будет ли это все дело работать. А так, в принципе, я даже не знаю, к чему особо и придраться. Особенно учитывая, на какую целевую аудиторию этот смартфон рассчитан. Поначалу кому-то может быть непривычно, что клавиши громкости и питания разнесены на разные грани смартфона. И реально у меня это поначалу вызывало боль, потому что, когда берешь смартфон и нажимаешь на клавишу питания, пытаешься упереться указательным пальцем в противоположную грань и постоянно делаешь скриншот. Но ничего, месяц попользовался, на второй месяц привык. Как бы, ну, не такая уже большая проблема. Звук прекрасных из динамиков. Записывает звук на видео достойно. Хорошие камеры. Превосходных экран, которых, ну, конечно, на солнце не очень долго держит яркость максимально, но, тем не менее, хороших экран и связь нормальная, автономность вообще выше всяких ожиданий. Если я еще что-то упустил, обязательно задавайте вопросы, пишите свои комментарии. А на этом я буду с вами прощаться и увидимся в следующем ролике. Пока. На всякий случай тем, кто не верит, если в смартфон реально был говно, я бы не смог продержаться с ним целых три месяца.